Когда с утра нет времени на полноценный завтрак, спасают бутерброды. Но знаете, что меня больше всего раздражает в их приготовлении? Это целое море крошек от хлеба. Можно ли порезать хлеб аккуратно и сделать правильный бутерброд, будем выяснять прямо сейчас. Проверку пройдут три способа. Способ первый. При помощи ножа с полукруглым лезвием. Нам понадобится острый нож полукруглой формы, разделочная доска, ну и собственно сам хлеб. Нож нужно поставить кончиком на разделочную доску и по типу шинковки овощей опускать его. Вот видите, у меня ничего не получается. То ли нож тупой, то ли просто я непрофессиональный повар. Так что способ не работает. Способ второй. При помощи заморозки. Этот вариант подойдет для тех, кто не очень торопится на работу. Берем булку хлеба, складываем ее в обычный полиэтиленовый пакет и отправляем в морозилку на 15 минут. Считается, что после такой шоковой терапии булка замерзнет и перестанет крошиться. Давайте проверим, так ли это на самом деле. Берем нож и режем. Ну, смотрите, крошек почти нет. И, кстати, хлеб при этом остается мягким и можно сразу сделать бутерброды. Способ третий. При помощи горячего ножа. Для этого способа нам понадобится нагреть самый обычный нож. Для этого открываем горячую воду. Держать нож под струей нужно от 10 до 20 секунд. Ну, а потом им смело можно резать хлеб. Нож у нас прогрелся, так что начинаем резать. И у нас снова все получилось. Способ работает. Правда, нож при этом очень быстро остывает. Так что, если хотите сделать бутерброды для всей семьи, придется греть его раза три как минимум. Оказывается, нарезать хлеб без крошек все-таки можно. Вот такие правильные бутерброды у меня получились. И даже прибираться на кухне после этого завтрака мне не придется. Всем доброе утро! Субтитры подогнал «Симон»!